всем доброго времени суток мои дорогие телерадио и видеослушатели снова с вами я игорь шаститка и сегодня у меня новое видео из словакии уже да кто спрашивал вернулся ли я в братиславу или не вернулся вернулся не только в братиславу но и в тот городок которым я живу под названием ступала вот вы сейчас можете любоваться этим видом этой ступовой да то есть это пригород братиславы совсем 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 близко от города но вы сейчас во всем этом сами убедитесь кто до этого не видел а напомню что внизу в описании всплывающих анонсациях и в конце видео найдете все необходимые ссылочки на другие путевые заметки на те же дубаи видео про дубаи и прочие 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 вещи ну вот да если телефон сильно раскачивается ссори извиняюсь сразу по причине того что я поставил на подставку какую первую нашел как вы знаете после возвращения домой многие вещи потом сразу не находятся дам поэтому как получилось так она и есть и соответственно первая попавшаяся она не такая жесткая и вот его слегка слегка покачивает надеюсь что вас не укачает в наблюдении за ступовой с наблюдений за братья славой вот мы выезжаем на улицу главную у меня тут уже были даже 360 видео после того что называется пандемией городок потихонечку оживает открывается назад в основном она и не была закрыта просто знаете типа временно люди по в основном кто здесь владеет всякими магазинчиками и так далее они же здесь и живут то есть на первом этаже у тебя магазин на втором этаже у тебя желая жилое помещение кстати рядом с моим домом сейчас строится видели там забор сейчас строится соответствующий новый комплекс там тоже будут такие на первом этаже можно будет купить квартиру с первым этажом которая является торговым помещением так что это нормально это традиционно сейчас я попробую чуть-чуть опустить да вот так вот чтобы хоть как-то она захватывала эти велосипедисты толпами ездящие ну а мы едем это все еще ступала это все еще ступала здесь вот в этих домах очень много опять же как видите в сплошняком магазине здесь продают мою любимую чаламаду здесь продают и мясо то есть все что угодно то есть люди здесь и производятся люди здесь выращивают люди здесь и производят ту же чаламаду знаете и те же квасаки квасаки это соленые огурцы очень вкусные кстати а если еще добавить то есть я беру их они засаливаются определенными там вещами дам а потом если эту за дополнительный засол пире пересолить или добавить но я обычно добавляю сахара и уксуса после чего получается даже еще лучше велосипедистов в словакии много и вот уже время но они не ездят знаете то есть нет такого что вот люди ездят на работу на велосипедах нет это вот кайф покататься по горам покататься по велодорожкам и тому подобное собственно говоря в таком вот подходе в таком вот варианте ну что будем делать вот заканчивается ступалом и вот там за я просто подумал как мне будет удобнее ехать по трассе или по городу давайте поедем на и на по трассе а потом все будет город чего уж тут все зеленеет погода отличная плюс 16 у меня стоит 360 360 камера на таймлэпс и этот таймлэпс потом посмотрите уже вторые сутки до завтрашнего утра буду держать потом может либо нарежу либо что-то еще это я поворачиваюсь вот вот видите там дальше уже дома это братислава ну то чтобы понимали как все это выглядит почему ступала не стала братиславой потому что как это власти не хотят делиться властью ну и кроме того граждане или жители ступа вы тоже не хотят поскольку налоги в братиславе на недвижимость и так далее существенно выше чем налоги в ступаве то есть я плачу за свой дом налог 25 евро что-то в короче даже не знаю но автоматически списывается со счета и все в то же время в братиславе за такой же дом люди платят по поскольку по 150 200 я закрою эти включу кондишен наверно так хорошо идем на 5 передачи так а после того как ты долго не ездил на автомобиле да всегда возникает вопрос каким пользоваться сильно да будет тоже будить каким пользоваться тем более я оделся с таким расчетом чтобы выходить на улицу не только сидеть в машине поэтому я сейчас на минималку поставлю пусть кондишен тренируется хотя честно судя по запаху и судя по температуре который он выдувает похоже что кондишен таки навернулся ну не навернулся его просто надо заправить его надо просто заправить мы в это время проскакиваем на вираже выезд на трассу сегодня у нас на трассе пусто пас по причине выходного дня на трассе можно ехать 130 можно ехать принципе 140 но поскольку машина как это стояла долго то есть я ее только вчера запустил так сделал пробный выезд чтобы зарядился аккумулятор и так далее нагнетать не буду но едет и едет температура в норме хотя один из кулеров не работает это печально так что посмотрим в общем будем как говорится на посмотреть что дальше кто виноват и кто за это все ответит расход пока нормальный 10 литров на сто километров это с компрессором который стоял еще на прогреве да то есть как вы знаете с компрессором так нельзя просто вот взять и поехать его надо дать ему расслабиться дать ему немножечко продышаться то и только после этого запускать вход так ну что же уже восемь минут едем никогда не думал что ты сюда до трассы 8 минут мы едем по бокам братислава есть а сама трасса не идет по братья снова она территориально по братиславе но по бокам как вы видите всякие такие зеленые зоны покаялись поля даже пока что не застроены хотя вот час справа там где гора на софт заблок стороны горы справа уже возле места которое называется борь и мол за сказать дубай мол последний момент а уже эти поля застраивается и будет тоже соответствующего как джипик несется это ну ты посмотри кто он там у нас вообще какой-то англичанин понаехала понимаешь тут полиции словацкой на них нет точно отличается в реальности скорее всего даже не англичанин а какой-нибудь товарищ из чего там сербии венгрии так далее который живет венгрии румынии сколько там всяких на и по наехала в лондон так вот да уже начинается пригород не пригород уже районы брать основы давай тут что-то так строят а елки в полке только уехала они уже все застроили там район уже закончили в общем сушите борь и мол похоже работает толпы машин припаркованных и люди вот катаются значит уже все открыто и это хорошо я еду кстати сдать тесты поскольку это правило то есть девушка даже это было даже девушка блондинка блондинка румынка не знаю не уверен но номера как видите английский а вот так это я еду сдавать тест по правилам когда ты прилетаешь ты должен быть на карантине 14 дней тебе государство присылает ссылку на время и место где ты должен пройти тестирование почему-то это время и место тестирования черты где вообще не там где живу а противоположной стороне кстати что вы понимали мы еще сделаем такой подковообразный виражок по братиславе ввиду того что прямой дороги через горы нету пока обещают построить туннель но все никак 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 что было объездная вот там где я выезжал на трассу вот этот кусок дороги должен уходить в туннель и выходить с противоположной стороны братислава куда мы собственно говоря сейчас и едем облагорожено все да как видите трасса такая в зелени но сейчас выйдем дальше будет уже а дальше не выйдем потому что я поеду прямо по по дорогам братиславы чтобы показать вам не скоростные трассы а какие-нибудь улочки все в цвете оказывается я зря зря гнал на iphone в дубае оказывается что iphone не работает не только в дубае но и в это вообще нереально понаехал ты понимаешь а вот оказывается что iphone не работает также и в словаке то есть если в дубае на солнце он работал на видеосъемке минут 5-7 а даже я знаю места где он работает 3-4 минуты опять же внизу в описании к видео в конце всплывающих аннотациях а вы найдете ссылочки на соответствующие видео например на прогулку потому что называется the view at the pal в дубае в любом случае дам а в общем там он работал 3-4 минуты выключался в общем где-то 5-7 минут здесь он проработал 11 минут на съемки непрерывной и все равно вырубился то есть солнце убивает эту штуку даже за 10 минут даже в прохладе то есть сейчас 16 градусов протиславе и казалось бы казалось бы в чем прикол но нет но нет виснем тормозим перегреваемся а так что если вдруг что я не попрощаюсь знаете что это был я игорь шастинка подписывайтесь ставьте лайки и тому подобное но в общем прогулка по протиславе вам предстоит в обратную сторону я ездил на тест теперь еду от теста причем на тесте вообще людей не было абсолютно пусто но это как раз тот самый назначаемый тест да когда вы приезжаете с карантина и власти вам назначают соответствующий тест у кого-то остановили что ли сломались да телефон качает я знаю у меня еще и поцарапали горло это не этим тестом тут берут и в нос засовывают и в горле копаются но в общем такое главное что подъехал в принципе три машины передо мной было я быстренько все сдал и поехал себе дальше ну а мы едем по центральной части практически по центральной части братиславы сейчас подъедем жд вокзалу в принципе я эти видео уже снимал может быть как-нибудь пройдусь по по центру это не мне это какому-то товарищу процесс по центру города с 360 камерой тоже будет интересно и полезно а вот кстати вы видите впереди по курсу на горе стоит памятник советской армии да его не снесли освобождение братиславы кстати освобождение братислава по моему было недавно достаточно долго как это здесь были бои и советская армия сюда пришла только в начале сорок пятого года весной сорок пятого то есть уже был штурм берлина и при этом еще и здесь подчищали хвосты так же как в принципе и вену освобождали вместе с берлином практически вот ну вот памятник целый да памятник целый зато дома вокруг пошарпаны надо дождаться когда их все-таки отремонтируют я не знаю ну может быть вот и здесь мы едем к тому что называется ж.д. вокзал вот он тут сбоку здесь же музей доправы которым я снимал уже видео не знаю понравилось вам или нет тоже есть и вот поворачиваем на то что называется кромары патронка там впереди если посмотреть на горе стоит башня камзик он же горный козел да камзик это горный козел поэтому 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 вот в городе полно общественного транспорта метро нет к сожалению это вот кромары видите там большая больница на кромарах здесь мы можем ехать 80 ну 70 но все едут 80 главное что полиции не было внизу сейчас мы выйдем на патронку я открыл окна может хоть это поможет телефону не нагреваться он уже нагрелся я попробовал только что как ни странно спуск дивинска кобыла там у нас за горой Карла в Одессе и прочие прочие прелести мотоциклисты которые ведут себя странно и и что там полиция нет она обычно здесь стоит вот где кучка машин но нет просто уставшие автомобили просто уставшие автомобили зелененько но прохладненько отличная погода я за таким соскучился в Дубае и однозначно третья полоса кстати для общественного транспорта и как видите никто туда не заезжает почему-то странные люди быстрее в очереди здесь обычно ходили попрошайки которые ходили с этими самыми со специальными как это по-русски журналами да то есть которые там типа рассказывают о тяжелой жизни общественный журнал они их продавали у них был бейджик и так далее и считалось что часть дохода с продажи журнала они забирают себе или на большую часть но видать ковид прошелся и по ним это что ж с этим горлом теперь надо пивом лечить однозначно надо лечить пивом здесь куча различных областных зданий раньше здесь были хорошие хорошее мясо цыган с капученко да надо будет как-нибудь пройтись по ресторанам поснимать я думаю серега подорванов уже лучше меня освоился здесь насчет гриля и тому подобное вот в стенд например видите офис microsoft айбиэма и прочих а вот тут вот сбоку был раньше военный госпиталь а сейчас идет разговор о том что эту территорию перестроили или сейчас он тоже есть не знаю но в общем эту территорию перестроить под огромный такой био офис да или зеленый офис со всеми вытекающими последствиями со всеми красивыми зданиями впрочем 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 компания есет показывала свой проект очень даже кстати интересный проект есета был есет кстати словацкая компания макдональдс не заезжать макдональдс не буду как там скучает без меня макдональдс на джибиаре они уже привыкли к моей морде лица особенно рано утром в будние и выходные дни когда не спалось это было то что называется теско и галерея небольшой молд да большой теско и небольшой молд и мы опять выскакиваем на скоростную трассу кстати я вот подумал а я не помню до какого числа у меня виньетка надо проверить эту виньетку но скорее всего я уже ее как это по-русски да вот так а причем бензин евро 37 да вы гоните везде кризис а у вас бензин евро 37 стоит совсем бахнулись евро 37 ну хотя это на этом самом скажите мне я скажу тебе на трассе я про бензин уже рассказывал но все равно это даже дороже чем до кризисные времена евро 37 блин серьезно кризис все стоит люди не ездят зато бензин евро 37 я думал он здесь евро а то и меньше так у нас уже 10 минут работает хотя солнце теперь не светит нам прямо в лицо может быть и переживет вот вот пацаны смотрите что творится там прочувствовали так сказать закрою а то аэродинамика портится а хорошо морду не дует вот чуть-чуть приоткрою морда лица борода все такое так а что у нас происходит ну вот вот ну что машинку уже прокачали а за нем ух и вот мы уже едем 130 причем я не переключался с пятой передачи на он возвращаемся назад контроль и попер по Европе, это было действительно так, вот, кто спрашивал меня, скучаю я или не скучаю за Дубай, ну, в реальности особо не скучаю, да, поскольку, как это по-русски, ну, я в своей жизни много-много чего поменял, много городов, много даже стран, поэтому сегодня ты работаешь там, завтра там, главное помни, где у тебя дом, а дом все-таки у меня в Словакии, почему, потому что, ну, это мой дом, мне здесь нравится, мне здесь зелено, приятно, да, бывают моменты, когда холодно и прохладно, но это не такие уже частые, скажем так, честно говоря, моменты, поэтому, поэтому для меня, ну, то есть, как бы, о, смотрите, украинцы на неплохой машине, которая R350, хотя они сыпятся, сыпятся очень сильно, говорят, до старости лет, мой старенький, но добрый, слк намного, как это, надежнее, то есть, заметьте, он два с половиной года простоял, последний раз я его запускал летом 2020, когда приезжал сюда, да, да, а то этого он стоял с осени 2019 года, и окей, процесс запуска машины через стартер, я думаю, вы видели, опять же, внизу, в описании к видео, всплывающих аннотациях, в конце видео будут все ссылки, я говорил про тунель, не знаю, с туннелем видео кусок попал или нет, ну, в общем, вот эта вот дорога должна идти прямо и, пересекая гору в туннели, попадать в противоположную сторону Братиславы, то есть, вот эта горная гряда Карпат, вон там, кстати, град Пиштюн, видите, на горе такой выступ немного, с этой стороны он хорошо виден, а Пиштюн, так вот, дорога должна проходить, получается, это охватывает Братислава, вот эту горную гряду, последнюю горную гряду Карпат, Девинс, как и было, последняя гора Карпат вообще, да, то есть, с запада, самая крайняя, вот, эту гряду оно должно охватывать, и потом эта гряда, получается, если пройти насправь, попадает на другую сторону Братиславы, так что вот, и вот, направо Братислава, а налево, моя ступава, тут знак стоп, вот, когда это, ну, понятно, что ее скоро не построят, мы бы могли проехать, конечно, и городом, но тогда это было бы, во-первых, дольше, во-вторых, все равно там нет, как таковой застройки полной, там различные участки, да, того, что называется коттеджной застройкой. Мы можем вот так вот, чертать, стоять. Было? Не было слышно, не было слышно. Я молодец. Это все-таки компрессор, он же дурной, у него же крутящий момент, начинается с 2000 оборотов, это вам не турбина. Эх, жаль, что Мерседес перестал выпускать. Так, а на моей бодяжной автостанции почем? Черпач на станице Ступава, 1,36, на трассе 1,37, здесь 1,36, да, да, и еще раз да, то есть нет, то есть капец. Ну и мы въезжаем в Ступаву, чтобы вам было не так скучно смотреть обратную дорогу, поскольку мы заезжали с Ахатковской, Сементаринской, мы сейчас заедем с другой стороны. Тут, правда, как вы видите, улица главная, красивые домики, оштукатуренные, у всех практически, как я уже говорил, какой-то бизнес. И, кстати, странно, ну, скажем так, да, если они не торговали с магазина, то они торговали с рук, их тоже не запретит, ты пришел во двор, тебе дали это самое. Вот, кстати, бестро тоже отворено. Вот, предай, кроме, на ваш двор. А, это карман, нет, карманы мне нужны, мяско бы не помешало. Нам, чаламадо, винотека, видите, у людей своя винотека, разливают, наливают. Винотека, это, ну, наливай какую-то. Костюльчик. Это масть, то есть тут еще Девинска на... Тут же, как бы, Ступава и Ступава-масть. Как бы две части, это к масти относятся, мы уже в Ступаве, там вот дальше костел. Я его показывал ранее. Здесь понтоваться не будем. Один из немногих многоэтажных домов. Ступавчане их не любят, поэтому застройку выше пяти этажей больше не разрешают. Здесь когда-то была железнодорожная станция, вот она, она даже была на продажу. Я даже одно время думал ее купить. То есть, как бы вы поняли, сюда приходил поезд, и на этом поезде можно было доехать и до Вены, ну, потому что здесь же мост и так далее. То есть он шел на Девинску, и там можно было повернуть либо на Вену, либо поехать до Братислава. То есть ходил в поезд, по-моему, четыре раза в день на Братиславу, два раза утром и два раза вечером, а потом его три вагончика или четыре. Ну, смотрите, люди спокойно себе взяли пивас и с баклажечками сидят. Это другая часть Братиславы, у Братислава ступавы. Мы тут немножечко покатаемся. Дети, взрослые, тепло. Все бегают, все радуются жизни. Тут когда-то жили цыгане, но они сейчас, похоже, живут, вот здесь вот рядышком целый такой был, ведь не застеклен. Нет, смотрите, разогнали, разогнали. Вилы, опять же, домики по-богатому. И вот мы возвращаемся. Ну, в этот раз айфон радует. Айфон решил доработать. Ну, видать, потому что прямого солнца нет. И тут такая вот везде красота, зелень и ляпота. Как-нибудь пройдусь 360-й камеры, прогуляемся до Пештенах. И на Пештене можно будет поснимать. Он молодежь уже, как вы видите, разделась. Полиции нет. Они тут любят тоже стоять у нас, проверять остановку, стоп. И мои ворота. Когда-то это была огромная территория промзоны. Вот здесь вот строят новые дома. Еще такие, как у меня. И вот мы уже подъезжаем. Ну, а я буду поращаться. Напомню, что это была небольшая прогулка с тем, что называется авто в Братиславе. Видите, какие милые люди. И с вами был я, Игорь Шестидко. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всего хорошего. Всем удачи. Смотрите внизу в описании к видео. Ссылочки на другие видео. В конце сейчас будут вот видео появляться и всплывающих Анатальсах. Всем удачи. Счастливо. Вот еще остатки промзоны. Их тоже снесут. Удачи. Пока.